Свои поиски живого камня в поэтическом тексте Мне пришлось вести в системе жестких ограничений Они вытекали из задачи, поставленной в самом начале работы над этим проектом Перед нами Татьяна Владимировна Цивьян Вскрыть заложенную в камне, повторю, энантиосемию И попытаться найти истоки этого в его физических свойствах Сразу стало понятно, что заявленный междисциплинарный подход Предполагал, что ключевое для нас определение живой В каждой из этих дисциплин будет иметь свое значение А значит требовать обоснования Приступая к поискам в своей области поэтическом тексте Я понимала, что вступаю на тонкий лед Ибо в самой формуле живой камень Если речь идет о пространстве культуры Уже имеется поэтическая составляющая Поэтому идеальным камнем в поэтическом тексте Стал бы для меня такой камень Который в прямом и переносном смыслах Лежал бы на поверхности И выявление его не предполагало бы германифтического усилия Сквозь этот фильтр уже не проходит значительная часть текстов От тех, в которых описывается не собственно камень А высеченная из камня фигура Спасибо Татьяне Владимировне Этот корпус можно назвать пограничной зоной Она остается за кадром До большого слоя поэзии Особенно символистской и постсимволистской Где камень появляется Если появляется То, как правило, как культурный знак И как только он начинает, условно говоря, дышать Вопрос автоматически перемещается в область языка Где в сухом остатке у нас вновь не камень, а троп Природный камень, наделенный свойствами живого и поэтическим смыслом Оставалось искать там, где поэзия смыкается с естествознанием и философией Таких имен в нашей литературе немного Одно в чистом виде в XVIII веке Семен Сергеевич Бобров И два явных в XX Хлебников и Заболоцкий Тем не менее, камень, который мне грезился Нашелся лишь у одного из них И подтвердилось еще одно предположение Наделенный жизнью камень у поэта-натурфилософа Должен аккумулировать в себе все искомые нами ипостаси Минерал, организм, персонаж, мифопоэтический символ и ступень в модели мира Обнаружился такой в недрах поэзии Николая Заболоцкого Это неизвестный широкому читателю Изначальный вариант третьей главы поэмы Торжество земледелия Вырезанный цензурой из готового тиража 1933 года Ни в одном из последующих изданий Вплоть до полного собрания в новой серии библиотеки поэта В 2002 году, выпущенной сыном Никиты Николаевичем Он не был воспроизведен Черновик, изъятый главы Датированный 29-м годом Обнаружил и опубликовал в 2003 году То есть на год позже после библиотеки поэта Самуил Лурье в журнале «Звезда» Сетуя на то, что нашел позже, чем собиралась библиотека поэта Иначе он передал бы, конечно Поэма «Торжество земледелия» открывается беседами о душе Которую начинают люди, первая беседа И продолжают домашние животные, вторая беседа Изъята была третья беседа О вечной жизни, которую ведут дерево и камень Текст Черновика обрывается в середине монолога камня Но и из того, что есть, становится понятно Почему последнее слово, третья беседа, делегирована камню Ему неведома физическая смерть, ее неотвратимость В отличие от животных и деревьев, испытывающих по этому поводу невыносимую тоску Из текста «О боже, какая невыносимая тоска!» Все прошептали, содрогаясь И говорят они, собственно, только об этом На мне печаль, как бы хомут, говорит корова На дно коровьего погоста, как видно, скоро повезут Или дерево А я горю, моя кончина, когда горят мои тела Именно после этих слов вступает камень Цитирую «Также и я хочу сказать, произнес камень, лежа на дороге Приходит время погибать, люди стали словно боги Но он-то как раз дальше всех от мира людей И представление об инобытии Часть его космоса И даже часть его возможного пути Я лежач и неудобен, очень стар и даже сед Ах, скажите, мир загробен, виден сверху или нет? Надо это ему за тем, чтобы удостовериться, что высшая форма жизни и его представление о ней совпадают Высшая форма жизни для камня – это освобождение от неподвижности «В пустыню дальнюю хочу, дайте крылья и улечу, дайте ноги, но ноги в земле» и так далее Вот он и спрашивает, обращаясь к деревьям «Может, видите, вы в небе разные большие страны, где не думают о хлебе, где не плавают там туманы, может, камешки на ножках там невидимо гуляют» и так далее В этом тексте действительно много интересного, но пока на этом остановимся Перед нами действительно живой камень в чистом виде Здесь минерал, организм и персонаж Причем персонаж, насколько можно судить, для Заболоцкого программно важный, имеющий отношение к его картине мира Обрывающийся текст отрывка не позволяет нам выстроить ее полностью Но ось, стягивающая стихия, одухотворенной вечной жизнью, здесь уже обозначена Это птицы в небе, парящие души, дерево в столбе, это его термин, в столбе, которого душа струится к небу Река, отражающая ее полет, и камень, слепок вечности И оттуда же, почти в завершение А на воздухе пустынном птица легкая кружится Ради песенки старинной своим горлышком трудится Перед ней сияют воды, льется сумрак голубой Да веселая природа бьет, а камень гробовой Вот этот гробовой мы запомним Подобного живого камня у Заболоцкого больше не будет И на этом, собственно, можно было бы и закончить Но в 1937 году было написано стихотворение, хорошо известное Которое, сколько я бы не читала Вчера смерти, да? Нет, нет, вот это презентация, да? Давай мы его Сколько бы я не читала, не давала мне покоя И о нем вторая часть моего сообщения Давай сразу, вот в слайд, да? И второй Если, нет, нет, верни, вот так мы оставим Если кому-то нужен текст перед глазами Я могу передать, или видно, да? Я позволю себе его прочесть Потому что тогда начинают быть слышны важные моменты Вчера о смерти размышляя Ожесточилась вдруг душа моя Печальный день, природа вековая Из тьмы лесов смотрела на меня И нестерпимая тоска разъединения Пронзила сердце мне И в этот миг все, все услышал я И трав вечерник пенье И речь воды И камня мертвый крик И я живой Скитался над полями Входил без страха в лес И мысли мертвецов прозрачными столбами Вокруг меня вставали до небес И голос Пушкина был над листвой услышан И птицы Хлебникова пели у воды И встретил камень я Был камень неподвижен И проступал в нем лик сковороды И все существования, все народы Бессмертное хранили бытие И сам я был не детище природы Но мысль ее Но зыбкий ум ее Сейчас нас будет в нем Интересовать, собственно, две строки И встретил камень я Был камень неподвижен И проступал в нем лик сковороды Это второй и последний Вышедший на поверхность камень В поэзии Заболоцкого Но он требует другой работы Той, которую Татьяна Владимировна Обозначила в этом проекте Формулировкой Отскакивает заявка от зубов От лексики к поэтической семантике Путь к четвертой строфе Да-да-да Путь к четвертой строфе И голос Пушкина Кульминации текста Это отдельный сюжет Выделю лишь несколько узловых моментов В первой строфе Пространство вековой природы Погруженное здесь в тьмы лесов Постепенно, по мере преодоления Разъединение приближается Становясь видимым и слышим Это и есть то самое движение От небытия к бытию Вот к нетленному бытию Последней строфы Своеобразная трансформация Универсума стихотворения В который вписан и мир автора И мир окружающей его природы поэзии Сближаясь, эти миры начинают оживать Все-все услышал я И я живой И встречное движение оттуда Пенье трав, речь воды, крик камня Здесь впервые появляются знаки зародыши Четвертой строфы Еще не имена Но уже ожидающие их Мифопоэтические стихии Трава или листва, вода и камень У каждой из которых скоро появится Свой персонифицированный голос Лес В третьей строфе Входил без страха в лес Отсылающий, понятно, к Данте Земную жизнь, пройдя до половины Здесь лес и кодовое слово Это природа, тьма лесов И связующий символ Поэтический аналог вот той самой ноосферы Векового обиталища душ и умов Именно поэтому душа туда ступает без страха И еще потому, что одним из таких деревьев Увидеть себя на пороге И на бытия, и сам Заболоцкий Я не умру, мой друг, дыханием цветов И далее о дубе Принявшем в себя Его душу Я с помощью ветвей Свои взлелею мысли Чтоб над тобой они Из тьмы лесов повисли И ты причастен был к сознанию моего Мифопоэтическая логика текста Таким образом ведет нас От тьмы лесов Сквозь метафорический лес Сознания мирового К тому единственному древу В своей причастности к которому Заболоцкий видит залог И собственного бессмертия Пушкин, Хлебников и Сковорода Нетривиальная триада И если это древо, то, вероятно, иное Никаких формальных оснований Для сближения этих имен Творчество Заболоцкого не дает Хотя известно, насколько важным Было для него каждая из них Четвертая строфа непосредственным образом Продолжает предыдущую И так они должны быть прочитаны И мысли мертвецов прозрачными столбами Вокруг меня вставали до небес И голос Пушкина был над листвой услышан И птицы Хлебникова Автор находит их там Вот в этом самом мире туманных превращений Куда, как напишет Заболоцкий в завещании В свое время отправится и он Здесь определение голоса над листвою Как голоса Пушкина Поющих птиц, как птиц Хлебникова И камня, как камня сковороды Предполагает, что лирический герой Не раздает имена Но узнает в обступившем его царстве теней Образы ушедших поэтов Их бессмертное слово В формулировке Заболоцкого мысль Затвердевшую над бездной Перед нами три своеобразных Посмертных памятника Каждому из которых Заболоцкий Находит соответствующему мифопоэтическую форму Я могу рассказать о каждой Вот из этих строк О строк, о первой и второй Но нас будет интересовать только Третья и четвертая Поэтому я о Пушкине и Хлебникове Говорить не буду Всех заинтересованных я могу отослать К своей публикации Посвященной этому стихотворению А перейду сразу к Сковороде И встретил камень я Был камень неподвижен И проступал в нем лик сковороды О Григории Сковороде Литература в те годы знала немного Но если что-то и было известно О его жизни, так это то, что он был странником Странствующим философом И как только натягивается нить между этим Биографическим фактом и текстом Текст начинает свое движение Двустишье состоит из трех тез Первый из которых И встретил камень я Предполагает Во-первых, меняет Вот эту вертикальную сцепку Предыдущих двух стихов Как бы градацию По вертикали На движение По горизонтали То есть из умозрительного мира Русской поэзии Мы оказываемся в физическом пространстве Где герой встречает камень Это первая странность Имя которой оксюморон Камень по умолчанию Неподвижен Здесь же глагол Встретить Задает семантику Встречного движения Однако следующая теза Был камень неподвижен Этот эффект усиливает Это вторая странность Подразумевающая Что камень Обычно надо понимать Живой и движущийся Оказался в момент Этой встречи Неподвижным А значит и неживым Однако последний стих И проступал в нем Лик Сковороды Вновь переводит стрелку Камень оказывается Полон таинственной жизни И назван даже Источник его витальности Весь текст двустишия Балансирует на грани Живого и неживого Подвижного и неподвижного Явленного и скрытого Важно, что в качестве Символа этой дихотомии Действительно выбрал Камень Объект неживой природы С одной стороны Но продукт Ее скрытой Глубинной Жизни С другой И если вспомнить Учение Григория Сковороды О строении Мира То становится Очевидной и его Исключительная Репрезентативность В этом контексте Процитирую Там в общем Наугад просто Можно брать Вижу всем целом Мире два мира Един мир составляющий Мир видимый и невидимый Живой и мертвый Целый и сокрушаемый Сей риза А тот тело Сей тень А тот древо Сей вещество А тот ипостась Мир и мир Тело и тело Человека и человека Двое в одном И одно во двоих Нераздельно И не слитно же Это цитаты Из иконы Алкивиадской Заболоцкий Выбирает Сковороду И как близкую стихию И как имя Обитающее За пределами Современного Ему Философского Континуума Как бы Вне времени В империях Мирового сознания Как фигуру Отсылающую К истокам Русской Метафизической мысли В этом смысле Камень И превращается Здесь В метафизический Камень Сковороды Когда-то Движущийся И живой Оказывается Неподвижен В мифопоэтическом Контексте Двустишья Это может Означать Одно Лирический герой Встретился С камнем Когда тот Условно Закончил Свой путь Прошел его До конца Камень Застывший В конце Пути Отмечает Конечную Точку Жизни Это камень Знаменующий Смерть Надгробный Камень Основная Легенда Связанная С именем Сковороды Как раз И повествует О камне Положенном На его Могилу На котором Философ Завещал Высечь Слова Мир Ловил Меня Но Не поймал Имеется Ввиду Не поймал В свои Тенеты Поскольку Странствующий Знал Свой путь Во второй Строфе Стихотворения Есть слова Все услышал Я И камня Мертвый Крик Высеченное На могильном Камне Слово И есть Мертвый Крик Камня Одновременно Авторское Слово Увековеченное В камне Поэтический Синоним Проступившего На нем Его зримого Образа Его Лика Так Так В поле Пересечения Текста И подтекста Мотив Пути Соединяется С мемориальным Кодом В этой Связи Вспоминается Одно Из Описаний Хода Самого Заболоцкого Встал Несмотря на Запрет Врачей Побрился И ушел Именно ушел Последние Мгновения В земном мире Были Мгновениями Движения Он словно Физически Шагнул Из одного Мира В другой Умер На ходу Заметив При последнем Шаге Я теряю Сознание Ну и Последняя Пятая Строфа Звучит Таким Уверенным Финальным Аккордом Подводя Итог Размышлением Поэта Его Мысль Увековеченная В слове Вливается В Ноосферу Нетленное Бытие Всех Существований Всех Народов Обретая Таким Образом Бессмертие Но Заболоцкому Важно Увидеть себя Не только Мыслью Природы На чем он упорно Настаивает Во всех близких По тематике Текстах Весь пафос Четвертой Строфе Говорит о том Что он Видит себя Внутри Организованного И скрупулезно Выстроенного Им самим Космоса С четко Обозначенной Историко-литературной Перспективой И поиском В ней Собственного Места Вся Сосредоточенная В двух Последних Стеках Символика Пути И проявление Сути Перенесенная На уровень Синтагматики Свидетельствует О том Что сам он Пока находится Вне ствола Выстроенной Им иерархии Но где-то У его Изножья В этом смысле Мифопоэтический Проект Четвертой Строфы Если можно Так его назвать Действительно Восходит К универсальному Символу И значимой Для всего Текста Мифологеми Родовому Поэтическому Древу Авторская Модель Которого И представлена Здесь Во всех Ее структурных Компонентах Ось Камень В ее Основании Питающие Его воды Шумящая Крона И Поющие Птицы Я заканчиваю Вот Так Примерно Это и Происходит У Заболоцкого Все Спасибо Спасибо Большое Пожалуйста Вопросы И Согласили Тут Просто Депорядка И Возьмой Скитался Над полями Чья Цитата Как Божий Дух Скитался Над водами Чья Нет Утючева И Божий Лик Отобразится В них Вон Отводах Ну и Так Божий Дух Носился Над водами Искитался Носился Над водами То есть Тут еще Одним цитатам Которые Я не Возначал Нет Стих Как Божий Дух Носился Над водами Есть Татьяна Владимировна Здесь Все Реминесценции Которые Здесь Есть Вообще Я постаралась Их Выявить И тут Конечно Тютчев Главное Имя И Он Просто Здесь Расходится Ну Просто По Морфемам Его Можно Вот так Развернуть И Это Не Прямые Цитаты А цитаты Комбинированной Реминесценции Где стягиваются Отдельные слова Но мы все равно Узнаем Автора Источника Потому что Орел Как бы Внутри Он присутствует Теперь Так получается Что он наткнулся Над гроби И сковороды Ну Я Нет Я не сказала Потому что Я не знаю Да Не знаю Нет Ну конечно Ну как Это Это далеко На Украине Это село Каменки Наткнулся Он на него Или нет Но Он наткнулся На него Виртуально Да Виртуально Конечно Наткнулся Нет Я все Все что нужно Было сказать На что он Наткнулся Я сказала Нет Это я поняла Это уж Такого Для структуры Текста Так же Как метонимия Камня Мертвый крик Ну крик Мертвого камня Вот тут и есть Что камень Мертвый Вот эта вот игра Что камень Мертвый Камень Неподвижный Но на нем Проступает Ну вот Опять-таки Действительно Пограничная зона Когда непонятно В чем Проявляется То есть Вернее Понятно В чем Как проявляется Жизнь Камня То есть Когда Проступает Лик Я это все В общем-то Комментировала Чего? Комментировала Это Где? Публикации А Ну я поэтому Подробно Не останавливалась Знаем Мне кажется Еще один Мотив Потом будет Живеть В доме Невох 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 Да Да Слышит все Слышит все Так сказать Можете Выбрать Вексию По росту Абсолютно Абсолютно Да Вы не считаете Что про По хулиганству Абериотов Лик Сковороды Тут еще и читается Сковорода Это Как только Я произносила Эти слова Хотела сказать В обществе Абериотов Ну скажем Неофитов То первая реакция Была именно такой Да 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 Об этом тоже Марина Да Данте Это целый Слой Да Я сказала Да Я сказала Об этом Да Да То есть Если Если быть Абсолютно Прямолинейными Да Но я Не могу Во-первых Не себе этого позволить Ни текст к этому Не располагает Поскольку он Странствует И то что Открывается ему Нам Неведово Он входит Или не входит Потому что Он видит это И понимает Как это живет Да Ну он Понимаете Он также виртуально входил Он действительно Вошел Вот в тот Самый лес Я оказался В сумрачном лесу Но Увидел он его Так как Он ему Представляется Этот лес Откуда А да Он из этих всех деревьев Нашел дерево Пушкина Он увидел Да Он увидел Как бы Побережье Вот Хлебникова И так далее Конечно Конечно Вот Когда Я сейчас Не комментировала Это вот как раз Где вот Где было написано Вот Кутанты Слова Оставь Надежда Держу Всяк сюда Нет Это было написано Над входом Над входом Не там Не там На камне Над входом Над входом Да На камне Но над входом Да Немножко Вот для меня Пространственно Немножко Не там Надпись Поэтому я Оставила А Когда Начинаешь Разбирать Каждую Из первых Вот Стихов Это из строфы четвертой Про Пушкина И про Хлебникова То Действительно Каждое слово Здесь Оно Тянет За собой Вот Весь Мифопоэтический Комплекс Который Культурно У нас Уже связывается И с Пушкиным И с Хлебниковым Очень интересно И очень точно У него получается Там портрет И тут портрет Но оба портрета Действительно Как над гробной каплей Я просто не буду говорить Потому что все Ну Там Это Не одним словом Да Я хотела сказать Что вначале Ожесточилась Душа моя А в конце Он Разрешает Так вот В этом-то и дело Да Это Почему Я начала С торжества Земледелия Собственно Вот это станет Продолжением Вот это Моей Вот этого Анализа Который Текст как бы Зависал Он один Так Ну Собственно В философской лирике Он не один такой Но В такой сгущенности Эта тематика Присутствует Только в нем И Выясняется Что Вот эти первые Беседы Они названы Ночными беседами В Черновике В торжестве В торжестве Земледелия Они очень подробно Более подробно Здесь все очень емко Вот проворачивают Весь этот сюжет Который здесь У нас идет Вот сначала До конца Ожесточение Испытывают Все те смертные Которые Вступают В беседу И люди Которые Хотели бы верить Что душа Бессмертна Но никак не могут Земледельцы Наши в это верить И эта вера Разрушается Ожесточение Нарастает Вступают Животные Их ожесточение Переходящее В тоску Связано Именно с тем же И деревья Ожесточение Меньше Если уж говорить Но тоска Больше Потому что Они Канал Они уже Наполовину Там И они понимают Что такое Ощущение Этой Бессмертной Души В своем теле И Вся вот эта логика И должна Привести К Этому Нетленному Бытию Потому что Есть нечто Это же поэт пишет Есть нечто Что для него Является Синонимом Бессмертия Его Внутри Поэта Не Физиологическое То есть Не Федоровское А его собственное И его собственное Это его причастность К тому Что бессмертно Всегда Вот Это его Да Это его Имена А К поэтической Ноосфере Нет Пушкин и Хлебников Для него Это вот И есть Ступени Его древа Которые Этот мир Для него Описывают И он С ними Это его Неосфера Да Разумеетно Да Конечно Потому что Здесь же Каждая Астрофа Читается Одна за другой Когда он Себя Ну как Условно Включил себя Вот в это Все Или к сковороды Дальше Опять же Слигована И все Существования Хранили Это бытие В котором Мы Теперь Уже Ну в котором Как бы Он Да Он уже Хотел бы Но Это ему Уже Уготовлено Он Надеется Прекрасный Текст